Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. В сегодняшний ролик мы посвятили такой культуре, которая выращивается на всех огородах, конечно, на каждом нашим участке. Это огурец. Все любят огурцы. Это вроде бы и овощ, который содержит 98% воды. Тем не менее, его все любят и используют в различных-различных блюдах, а не только в свежем виде. Итак, что о сортах, можно сказать, огурца? Огород, наверное, одна из тех немногих культур, по которым прогресс идет очень-очень быстро. И те сорта, которые выращивались еще 20-25 лет назад, это такие, как Алтайский, Ранний, Муромский, Вязняковский, Должик, Нежинский, это уже история. И этих сортов уже не найти. Сейчас очень много огуречного производства поставлено на производство гибридов. Поэтому большинство сортов – это гибриды, в которых стоит буква F1. Ну вот, что выбрать? Как образить с сортами огурцов? Значит, нет такой большой тайны, что скажу, что значит, сорта огурцов будет зависеть от времени, которое вы их будете выращивать. Например, есть сорта, они вам очень известные. Вот это у него китайский император, аллигатор, сорта с длинными плодами, настоящий полковник, а также из этой категории. Так вот, эти огурцы длинные. У них огурчики растут до 30 сантиметров длиной. Вот, и эти огурцы, значит, что хорошее свойство этих огурцов, что они очень хорошо подходят для выращивания в осенне, зимний и ранневесенний период. То есть, когда мало солнечного света. Световой день 9-10 часов вполне достаточно для того, чтобы эти огурцы хорошо подоносили. Поэтому их надо мало досвечивать, и они будут давать хороший урожай. Поэтому ждите этот факт, что эти огурцы выращивания неблагоприятные короткие дни. Меньше досвечиваем, значит, меньше будут идти затраты на выращивание этих огурцов. Они хороши в свежем виде. Они никогда не бывают пустыми, эти огурчики. И знаете, что их даже можно малосолить. Они малосолятся и имеют очень прекрасные вкусовые качества. Особняком стоят другие сорта. Почему другие сорта? Потому что сорта, которые мы будем выращивать в открытом хунте, их световой день должен быть не менее 14 часов. 13-14 часов. Так вот, выращиваемого сорта. И вы сейчас видели в продаже, можно найти где-то 250-300 сортов. Глаза разбираются. Так вот, хотя там написано пакетико, что сорта и для консервации, и для засолки, я бы все-таки посоветовал не путать еще под рад. Уже много лет выращивали разные огурцы. Я остановился на трех сортах, которые высаживаем в открытом хунте. И эти сорта вот прекрасные, такие вот засолочные огурцы, как видите на столе. Что это за огурцы? Так и называется белорусский корнишон. Сорт превосходный для засолки. Хочется в бочках, хочется в бедрах, в чем это очень хороший сорт. Следующий сорт такой гибрид, черномор. Тоже сорт очень красиво смотрится. И третий сорт с этой группы с высокой урожайностью ансор. Вот любой из этих сортов вы посадите на своем участке, вы будете иметь очень хороший урожай. И много огурцов для засолки. Тем более, что эти сорта как бы устойчивы ко многим болезням открытого грунта. Ну, есть огурцы, другая серия, как бы другое направление, что огурцы могут выращиваться как в теплице, так и в открытом грунте. Ну, с этих сортов я хочу назвать. Есть сорта старые, которые как бы уже вроде бы уже где-то 15 лет как выращиваются. Но тем не менее, они остаются по-прежнему очень урожайными и дают приличные-приличные урожаи. Ну, и также в большинстве устойчивы к большинству болезней, которые повреждают огурец. Ну, с таких самых старых назовут огерман. Сорт вам знакомый. Следующий сорт, ну, вот бесподобный по урожайности, артист. Артист. Сорт очень хороший, прямо усыпанный. Огурцы на нем, в каждом висят, прямо кучами висят огурчики, поэтому дают пучок огурцов и очень хороший урожай, дают очень хороший урожай. Также с этих огурцов. Советую обратить вам внимание на таких, еще не есть в продаже. Амур. Амур тоже. Сорт очень-очень прекрасный. Вот российская селекция, Кураж. Вот по три, по четыре огурчика. В каждом пучке вот очень эффектно смотрится. Они прекрасно замаринованы. Вот видите, вот видите эти вот огурцы, как они хорошие. Ну, сейчас уже с более новых пошли сорта. Вот. Самый новейший, ну вот, сорт Гоша. Чем эти вот сорта хорошие, сейчас буду показывать. Значит, и те сорта, как бы кожица тонкая, неплотная, а эти сорта еще. Что, кожица более тонкая, нежная, не бывает пустот. Семена, ну, такие, зачаточки семян, меленькая. В общем, огурчики хрустящие, очень вкусные. Поэтому, обратите внимание, такие сорта, как Гоша. Вот. Очень уплазначящий, каждый год, Гунар. Он каждый год, просто, ну, какой бы год ни был, какие бы условия ни были, солнце, туманы, дожди, Гунар, каждый год дает великолепный урожай. Ну, очень радует плодоношением наша Маша. Наша Маша, это тоже очень хороший огурчик. Ну, и вот, отелло. Он немного крупноватый, отелло немного крупноватый в баночке видно, но он тоже каждый год радует урожаем. Нас поняли, что вот эти сорта, уже достаточно даже этих сортов, для того, чтобы иметь хорошее, приличное урожае. Но, открою маленький секрет. У нас все равно, на этих сортах всех написано, что огурцы устойчивые, там и к оливковой пятнице, и к прочим болезням. Вот. Это все так. Ну, надо застраховаться. Поэтому, секрет мой заключался в том, что раньше я использовал фитоспорин. Использовал фитоспорин, и после высадки растения поливал фитоспорином. Вот. Потом открыл для себя таблетки триходермы. Стал эти таблеточки раскладывать вместе, при посадке огурцов, вместе с рассадой. Ну, вот, в прошлом году в нашем интернет-магазине Процветок я увидел препараты микробиологические, как бы, нового поколения. Вот. Это триходерма, это баверия, это и другие. Вот. Они отличаются такими вот баночками, красивыми. Что мне понравилось в этих препаратах? Я их, конечно, использовал, и могу вас агитировать за эти препараты. Ну, во-первых, эти препараты чем хороши? Они, вахроперлит, насыщены спорами грибов. Поэтому их очень легко вносить в почву, внести в почву. Второе важное преимущество этих препаратов, легко вносить в почву, и эти грибы споры очень легко разбудить. Достаточно полить растения теплой водой, и эти грибы уже начинают размножаться, начинают работать. Защищать наши растения от болезней, от вредителей, и заодно добавок, эти помогают быстрее разлагаться пирогною, то есть создают хорошие условия для развития мекоризы, и наши огурцы плодят гораздо лучше. Но этот же опыт продолжался и в этом году, и, значит, результаты меня только поражают. Представьте, огурцы плодили с середины мая до середины октябра. Они бы плодили, конечно, еще и дальше, но просто уже пришла пора, все сидираты, уже опаздывался сроками посева сидиратов в теплице, поэтому пришлось удалить. Так что советую обратить внимание на эти препараты, и сейчас они еще выходят под другой линейкой, профит, то же самое, эти препараты. Так что, если вы внимательно все прослушали, вы поняли, что выбор хороших сортов, внесение в почву этих микробиологических препаратов гарантирует вам хороший и стабильный урожай каждый год. Что вам и желаю, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok